Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Теана, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Итак, Евангелие отмечает, что час, о котором он неоднократно говорил, и который сам Иисус Христос не раз предсказывал, наступил. Это час не страданий и не смерти, а перехода от мира сего к Отцу. И этот переход, как мы уже хорошо понимаем, не является таким уж простым. Он предполагает все то, что ждет Иисуса Христа впереди. И основанием всего того, о чем будет речь, будет любовь Иисуса Христа к тем, кто остается, к тем, кто поверил в него и стал его последователями. Во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иудисимного Искариота, передать его Иисусу, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан. Пасхальная вечеря, о которой здесь рассказывается, последняя трапезь с учениками, проходила по особому ритуалу, который был, конечно же, детально разработан и не предполагал никаких отступлений или нарушений. И, тем не менее, Иисус Христос вносит нечто новое и необычное в эту трапезу. Он неожиданно для самих учеников начинает умывать им ноги. Конечно, в Палестина была страна, где умовение ног было необходимой процедурой, когда люди ходили с улицы в дом. Они носили сандалии, которые притягивали ремешком к ступне. И обычно слуги умывали ноги своим господам, жены умывали ноги мужьям. И, тем не менее, умывать ноги учеников, чтобы ученики умывали ноги учителю, такой практики не было. Это считалось слишком унизительной работой. А здесь происходит что-то еще более вопиющее, что-то еще более малопонятное, потому что учитель неожиданно для учеников начинает умывать им ноги. И, конечно, это встречает не только послушание и покорность, но и протест. Протест со стороны Петра. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Итак, смысл происходящего действительно непонятен никому из учеников, и поэтому Петр выражает свое несогласие, но Христос останавливает его и говорит ему о том, что смысл того, что сейчас совершилось, он поймет впоследствии. И на самом-то деле такое указание, мы с вами уже, или похожие указания, уже встречали, когда разбирали 12 главу, и Евангелие замечает, что тоже смысл этого входа, он был неясен для учеников, и лишь когда Христос воскрес, они поняли то, что сделали ему. И это действительно один из важнейших моментов, о котором уже приходилось говорить. Многие события, происходящие действительно неочевидны, часто бывают непонятны, зачем, почему, для чего это нужно, и лишь по прошествии времени, когда нас отделяют уже существенный промежуток от какого-то события, вдруг мы начинаем, умудренные опытом, какими-то обстоятельствами, понимать, почему это произошло именно так, и даже осознаем, что это должно было произойти так, а не как иначе, хотя в тот момент какие-то события в жизни выражали у нас протест, несогласие, непонимание или же недовольство. И в то же время здесь же Христос как бы объясняет, он намекает Петру на смысл того, что он делает. Иисус говорит, если не умою тебя, не имеешь части со мной, то есть не имеешь со мной ничего общего. Тем самым ритуал омовения, он связан с тем, что Иисус Христос как бы приобщает учеников к себе, он воссоединяет их с собой столь необычным и непонятным для них образом. Дело в том, что в Евангелии от Иоанна отсутствует рассказ об установлении таинства Евхаристии. Это, конечно, не значит, что Евхаристия четвертому евангелисту неизвестно, он просто не повторяет предшествующих авторов, в то же время, как мы уже с вами знаем, он подробное обстоятельство раскрывает смысл этого таинства в шестой главе, в беседе Иисуса Христа в Каперноморской синагоге о хлебе жизни. Здесь же он, умалчивая, не рассказывая об установлении таинства Евхаристии, говорит о другом событии, смысл которого и сам Христос понемногу начинает раскрывать своим ученикам. Иисус говорит Петру, а мы этому нужно только ноги умыть, потому что чист весть, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. То есть другими словами смысл омовения не предполагает очищения, он совершенно в ином. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал бы, знаете ли, что я сделал вам. Только евангелист Иоанн сообщает при рассказе об аресте Христа то, что он был связан. И если эта связанность недобровольно Христоса ведут на предстоящие ему страдания, то здесь на Тайной Вечере он связывает сам себя. Он снимает себе одежду и связывает себя. И это, конечно, имеет символическое действие, потому что не случайно сам евангелец замечает, что Отец все отдал в руки его. То есть сам Христос является господином, почти что руководителем всего происходящего. И события эти они зависят не от исторических участников. Они всецело предопределены Богом. И, конечно, показательно то, что Христос соединяет с Собою своих учеников, а они буквально через какое-то совсем непродолжительное время разбегутся, рассеются. Вот это собрание в преддверии страстей оно необходимо, потому что действительно опять же вспомним то, что мы читали в начале возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их. Буквально через несколько страниц мы встретим слова, что нет больше той любви, кто душу положит за други своя. Христос умирает и умирает он в первую очередь за своих, за своих последователей, за тех, кто ему поверил. И опоясанья и умовения ног, оно, по сути, имеет тот же смысл, что и Таинство Евхаристии у предыдущих евангелистов. Оно несет на себе печать предстоящей смерти. Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, раб не больше господина своего и посланник, не больше пославший его, если это знает блаженный вы, когда исполняете. Я всех вас говорю, я знаю, которых идущий со мною хлеб поднял на меня питу свою. Итак, пример учителя должен стать примером и для учеников. они, как и он, и многие должны сделать то же. И хотя мы не знаем, чтобы в древней церкви был распространен такой обычай, такой обряд умовения ног, мы знаем, что он сохранялся в литургической форме, великий четверг, при патриаршем служении совершается умовение ног со служащим священником. Но в то же время, конечно, это пример удивительного смирения, ведь евангелисты неоднократно нам сообщают о том, что между учениками все время было соперничество, и даже на тайне вечере, после того, как Христос причастил их, 22 глава Евангелия от Луки, они вдруг совершенно неожиданно и неуместно начинают спорить, кто же из них больше. И как трудно оказывается бывает достучаться до человеческих сердец, как нелегко бывает преодолеть человеческую гордыню. И умовение еще один пример, пример смирения, столь необходимого в этот час для учеников. конечно, тема предательства, она тоже проходит через все повествование. Предательство не является случайным, Господь знает о намерениях Иуды, и тем не менее он не останавливает его, не останавливает его потому, что собственно приводит Писание, речь идет о том, что идущий со мной поднял на меня Петусова человек, который приобщен к трапезе, а мы понимаем, что на Востоке трапезы не были не просто гостеприимством, но они значили гораздо больше. Так вот человек, который пользуется расположением, доверием со стороны хозяина дома, он изменяет, он совершает предательство, измену, и мы понимаем, что одно дело, когда может быть нас предают люди или как-то к нам относятся нехорошо, с которыми мы практически не знакомы, а совсем другое, когда это делают близкие люди, и это особенно больно, особенно трудно принять и пережить. Теперь же сказываю вам прежде, нежели сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я, то есть другими словами, а это предсказание носит характер пророчества. Ученики должны будут вспомнить о том, что ранее было им сказано, и это станет для них дополнительным стимулом для веры. Истинно, истинно, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. меня, и тем самым это указание, оно говорит о том, что, что бы ни произошло в предстоящие часы, это не означает, что все закончилось, что все оборвется, будет то, что последует Польше. И слова о том, что принимающий вас принимает меня, они, собственно говоря, встречаются в отправлении 12 на проповедь во время земной жизни, мы их можем встретить в 10 главе Евангелия от Матфея, тем самым жизнь апостолов, их служение, их деятельность, они не прекратятся. Напоминая эти слова апостолам, Господь как бы говорит о том, что их служение, их проповедь, они продолжатся дальше. Сказав это, Иисус возмутился духом, и заселестовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, который любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком он говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обогнув кусок, подал Иуде, Симону, Искариоту, а после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал, а как Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. И он, приняв кусок, за час вышел, а была ночь. Итак, мы видим, что это указание, оно, во-первых, предполагает, что Иоанн Богослов, автор четвертого Евангелия, возлежал. Дело в том, что, конечно, за столом на востоке не сидели, а стол представлял собой такой, как бы, пол эллипса, подкову, которые возлежали, то есть, в каждой последующей он, как бы, свою голову держал рядом с грудью того, кто находился перед ним. Иоанн Богослов находился непосредственно в близости от Христа, и Петр, очевидно, находился некоторой подаль, и, конечно, хотел узнать, кто же это будет. Понятно, что тот знак, который указывает на предателя, не был непонятен никому, и звучат, может быть, странно, ошеломляюще, непонятные слова, что после этого вошел в Иуда сатана. Мы должны понимать, что в четвертом Евангелии, конечно, и об этом уже дала неоднократно речь, ничего не совершается без изволения Божия, помимо его. И, как уже мы говорили, предательство Иуды, оно представляет собой загадку, которая неразрешима до конца. С одной стороны, коростолюбие, и об этом мы говорили, разбирая 12 главу, но на серебролюбии не заканчиваются мотивы предательства. То, что делает Иуда, является не просто лишь желанием, может быть, обезопасить себя в этот неурочный час, понимая, что еще немного, и Иисус будет арестован, и тогда участь апостолов совершенно неочевидна и неясна. Может быть, какие-то были еще мотивы, ожидания, но в дело вмешивается сатана. Он оказывается не безучастен ко всему происходящему. Сатана незритель, он пытается каким-то образом опротестовать, ускорить события, и Иуда оказывается его подопечным. То есть, действительно, мы понимаем, что происходит некая схватка, некое противостояние, неслучайно. В предыдущей главе Иисус Христос сказал, что ныне князь мира сего будет осужден, он будет изгнан вон. Казалось бы, сатана временно берет верх. Казалось бы, Иуда, которого он использует в своей цели, достигает предательством того, что так ждал, взял, чего он так добивался. Наконец-то он может ощущить себя победителем. Ведь все служение Христа, все его многочисленные чудеса, и прежде всего, конечно, в случае изгарцизма, изгнания бесов, они свидетельствовали о том, что дьявол действительно он как бы сдвигается, он уступает место Богу, его территория оказывается завоеванна, но крест это реванш, реванш, и на это указывает апостол Павел во второй главе первого послания Коринфянам, 8-9 стих, он говорит о том, что если бы князья мира и сего понимали, что происходит, они бы не распяли Господу славы. Князья мира и сего это не Синедрион, это не Понтий Пилат, князья мира и сего это действительно могущественные духовные силы, которые пытаются таким образом взять верх, за историческими персоналями, за людьми стояли гораздо более мощные и могущественные духовные силы. Иуда по сути в данном случае лишь некая такая марионетка, он является проводником их воли. И в то же время это происходит лишь потому, что как бы сам Христос, Сын Божий, он пропускает это. И то, что лишь после того, как последний знак благоволения, доброты, любви, обращенный к Иуде, мог бы, казалось бы, растопить его сердце и обратить его к Учителю, он этот знак любви не оказывает на него ожидаемого воздействия и тогда тот последний шанс, который был ему предоставлен, оказывается упущен. Сатана начинает действовать. Но никто не понял, что происходит перед праздником. Была традиция отделять нищих для того, чтобы они могли достойно встретить этот праздник Пасхи, потому что так они не имели возможности, что купить и считают, что несмотря на поздний час Иуда идет для того, чтобы сделать свое дело благотворительности. Не случайно, говорится, была ночь. Ночь — это не просто время суток, а это тьма, которая в этот момент завладела не только душой Иуды, но и по сути своей всем миром. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Это первые слова той очень долгой прощальной беседы с учениками, которую у Евангелиста Иоанна займет еще по сути своей три главы плюс семнадцатая глава последняя молитва. Когда он Сын Человеческий должен прославиться, то есть смерть рассматривается не как унижение, а наоборот как прославление, потому что она будет осуществением замысла Божия. За видимым унижением стоит слава. И если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Итак, Христа ждет слава, Бог прославит его в себе. Дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать мне, как я сказал иудеям, куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому знаю, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. прощальная беседа открывается заповеди о любви. Эта заповедь отличается от того, что для нас является более привычным. Господь говорит о том, что нужно любить в первую очередь друг друга, то есть речь идет об любви, которая существует внутри церкви и направлена на членов общины, и это не сужает любовь, не ограничивает ее пространство, просто речь идет о той любви, подражании любви, которая связывает между собою отца и сына, и также и ученики должны в подражании этой любви быть открыты по отношению друг к другу. А второй момент, как я возлюбил вас, то и дается пример той предельной жертности самоотдачи, которая будет реализована на Голгофе. И кроме того, любовь это и олицетворение ученичества, потому знают, что вы мои ученики, что любовь имеете между собой, тем самым, если мы не имеем любви, если мы враждебны, то мы не имеем права называть себя учениками Христа. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой, теперь я душу мою положу за тебя? Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь, истинно, истинно говорю тебе, не проповед петух, как отречешься от меня трижды. Петр, конечно, положил свою душу за Христа, это все равно произойдет, но не сейчас, на этом, собственно, Евангелие завершится, а пока, конечно, Петра ждет лишь малодушное отречение, и Господь предсказывает ему это, так же, как и то, что настанет время, когда он все-таки сможет пойти за Христом, что сейчас еще невозможно, и, конечно, здесь мы видим, конечно, горячее желание Петра быть со Христом всегда, во всем и всегда, и таких примеров в Евангелии мы знаем много, это и то, что он пошел к нему по водам, несмотря на бушующую стихию, это и уже чуть позже по воскресенье, когда, несмотря на то, что лодка с учениками и чудесным уловом шла к берегу, не дожидаясь этого медленного движения, Петр наспех перепоясся, бросается водом, опережая лодку, может быть, на какие-то минуты, но все равно он первым выходит на берег для того, чтобы встретить учителя, и нам кажется, что в данном случае в Петре есть какая-то самонадеянность, самоуверенность, да, и жизнь как бы выносит свои коррективы, он оступается, он тонет, вот, может быть, он несколько нелепо выглядит в мокрой одежде, стекающей водой, когда предстает перед воскресшим Христом, но, тем не менее, здесь, видимо, действительно, горячее желание быть с Господом, и для нас, это тоже очень важный пример, может быть, в своем желании со Христом нас тоже ждут какие-то коррективы, мы тоже могли бы сказать, Господи, я буду с всегда и прекрасно понимаем, что так не будет, что где-то мы все равно отступим, где-то мы утонем, где-то, может быть, ошибемся, но в том и проявляется как бы любовь Божия, в том и проявляется его знание человеческой сущности, Господь видит это намерение, и каждому человеку может сказать, да, может быть, сейчас ты потонул и уступился, но настанет время, когда ты беспрепятственно пойдешь за мной.